Здравствуйте, уважаемые одесситы! В эфире телеканала Думская ТВ, проект «Встреча на Думской». Для вас работает Всеволод Ананьев. И сегодня у нас в гостях организаторы фестиваля актуального искусства «Котофест» Валерия Виноградова и Анна Волошина. Здравствуйте, девушки! Здравствуйте! Давайте для начала расскажете нам о фестивале, который грядет вот уже этой весной. Это уже восьмой фестиваль, восьмой год подряд, если я не ошибаюсь, он проходит. Не ошибаетесь, нет. Вот, что приготовили в этом году для одесских зрителей? Ну, скажем, фестиваль разлива версии весны 2015 – это прежде всего, вот так сказать, новый формат. Ну, то есть он и был в таком вот новом формате, а тут еще новее, еще более обновленный, еще более в ногу со временем. То есть суть этого формата – это то, что на фестивале, вот, собственно, по условиям фестиваля будет представлено все только другое и только новое. То есть это и премьеры, или дебюты, или то, что вот ты нигде не увидишь, не услышишь в другом месте, или вот, можно сказать, одни и те же проекты могут быть достаточно популярны, но в формате фестиваля они показывают то, что они делают обычно никогда. То есть под другим каким-то углом можно посмотреть уже на проекты привычные и новые какие-то увидеть, да? Да, то есть это, вот, как говорится, выработалось благодаря взаимодействию с дружественными организациями, в данном случае это вот перрон номер семь. Нам очень, вот мы взаимодействовали летом, провели совместно фестиваль, который прошел на крыше моря. Вот, тоже большое спасибо всем партнерам. И, вот, так сказать, такой коллективный разум родил вот такой вот формат. Ну, собственно, это нормально, наверное, что фестиваль, как и человек, он рождается, развивается и растет. Вот, мы движемся по такому направлению. И более того, идет в ногу со временем. Кстати, Анна, вы, я знаю, примкнули к этому фестивалю не с первых дней, чуть позже. И, вот, расскажите, как, на ваш взгляд, трансформировался Катафест с тех времен, когда вы только о нем узнали, и вот до сегодняшнего дня? Ну, могу сказать, что я была с первого дня в промо-группе Кэтс Флэт, то есть я Леру знала с первых дней, побывала на первом фестивале, он тогда не был еще Катафест. Меня впечатлила атмосферность, уютность, он был маленький, там, буквально пару групп выступала. Вот, ну, как бы Лера потом расскажет, как это было, наверное, но я просто полюбила всем сердцем команду, группу, тех ребят, которые все-таки создавали вот такое вот Кэтс Флэтовское движение, теперь можно уже сказать. Вот, и в один из дней, вот, я встретила Леру чисто случайно, она по телефону с кем-то говорила, а я говорю, ой, Лера, ты, наверное, следующий Катафест задумываешь, а на самом деле ты совершенно Лера о другом говорила. Лера Пострелина мне говорит, вообще-то нет, но мы думаем, но нам некому помочь. Ну, уже вот так практически и было, я говорю, а чем надо помочь моментально, вот, чем надо помочь? Просто я знаю, что люди, которые фестиваль организовывают, они, как бы, своими силами и поддержкой как особой, вот, вот, кто есть, тот и помогает, тот и создает фестиваль. Я думаю, ну, вот, было бы прекрасно, если бы я могла чем-то помочь. Вот чем смогла, тем и помогла. Там, как бы, я осталась, и вот до сих пор, и мне кажется, что, как бы, какими-то своими усилиями и Леранами усилиями продолжаем творить, созидать, потому что на сегодняшний день это главное, созидать. А как между вами, кстати говоря, делятся обязанности? Как вы между собой это всё раскладываете? У нас обязанности чётко поделены. Ну, Лера у нас главная, к Лере всё стекается, у неё домик кота, квартирка, к ней всё. Домик кота, куда всё стекается. Да, без неё не принимается никаких решений, но, как бы, я, моя обязанность – это информировать людей, доносить до людей, рассказать о том, что есть фестиваль. Конечно, все об этом рассказывают, но, как бы, и вот моим друзьям рассказываю, коллегам-журналистам, и кто нас поддерживает, в частности, Думская ТВ. Особая благодарность. Спасибо большое. Лера, вы ещё участник и хедлайнер, как это сказать, фронт-вумен группы Cats Flat. Помимо фестиваля у вас ещё такая творческая деятельность. Насколько сложно совмещать? Ну, на самом деле, если раньше как-то получалось, то сейчас действительно, вот, есть, сложно, вот так скажу, потому что фестиваль, он забирает все силы. Вот, ну, кроме фестиваля, мы же ещё ходим, там, работать на работах, надо как-то выживать. То есть мы живые люди. Вот. Фестиваль, он, как был независимым, так он и остался. И, конечно, благодаря партнёрам, которые помогали до этого времени, он должен до сегодняшнего дня. Ну, сегодня вот какой-то такой виток, я прямо ощущаю, что, ну, как бы, в какой-то мере мы начинаем опять всё с нуля сначала, но на другом уровне. Вот. Поэтому и формат другой, и опять, ну, как сказать, всем миром вот собираем этот фестиваль, и партнёры пока только информационные. Вот. И поэтому у нас даже вход краудфандинговый будет, всё равно вот мы решили оставить эту, ну, как тенденцию в систему, потому что это, ну, как, мне кажется, что это, когда каждый даёт что-либо от души, вот, там, за вход, за поддержку этого проекта, то это как-то снимает ограничения, то есть ничем не ограничивается. И поскольку у нас кот, символ творческой свободы и вообще просто свободы, то есть, ну, животное-кошко, вот мы решили даже, так сказать, и финансировали, а тоже сделать таким вот свободным народным, вот, если так можно выразиться. А по поводу моего проекта, конечно, ну, есть задумка, идея, то есть хотелось бы, и думали, что успеем сделать тоже презентацию на этот фестиваль на весну, но боюсь, что, наверное, придётся перенести на лето. Вот, ну, есть он, существует, это электронно-акустический проект, вот, и многие, кто сейчас со мной взаимодействует в последний год, даже и не знают, что он, оказывается, ну, я ещё что-то пишу и создаю. Вот, многие видят эту сторону только как организатор, вот, а на самом деле быть организатором, ну, это как жизнь заставило, потому что просто если ты это не сделаешь, то это никто не сделает. Хотя в идеале я сама вот жду какого-то волшебного человека, который вот придёт и скажет, а давайте-ка мы вам организуем концертик, а давайте-ка там мы вот вам организуем фестиваль, и чтоб вот моя мечта прийти, там, сесть, и чтоб вот мне всё делали, как вот мы стараемся делать для всех. Но с другой стороны, может быть, это проще, потому что изнутри видится картина фестиваля, то есть, скажем так, и по ту сторону сцены, и по эту как-то удобнее. Да, она видится, и на самом деле очень, ну, как, спасибо опыту жизненному и там различную, то есть, опыту работы в бизнес-организациях, ну, то есть, вот, там, я вообще-то там занималась достаточно долго, ну, и продолжаю, наверное, заниматься там, это, ну, маркетинг организации, то есть, и, конечно, вот эта чёткая структурированность, она помогает потом создавать вот творческие проекты, потому что, ну, когда люди творчества, они, ну, мало склонны вот к какому-то упорядоченности, а когда делаешь что-то большое, тут никуда не денешься. Приходится. Приходится, да, это всё упорядочивать, и вот, и самое интересное, что я наблюдаю вот такую тенденцию, когда идёшь на работу на нетворческую, там, ну, где я там работаю, там говорят, ой, ну, ты человек творческий такой, а когда я прихожу в творческую среду, у меня говорят, не, ну, ты ж, вот у тебя, там, сразу видно, там, бизнес-мышление структурировано, и вот, странно, то есть, нигде ты, где-то посередине, наверное, истина. Анна, вот скажи, а как ты считаешь по поводу свободы творчества, вот, особенно сейчас достаточно время, мы все сами прекрасно понимаем, какое, непростое, получается ли, и будет ли это, будете ли вы этого добиваться, вот этой свободы на Катафесте 2015 года? Ну, мне кажется, что сейчас время именно тогда, когда, ну, время позволяет быть свободным в творчестве, как мне кажется, и сегодня самое важное — это выразить себя, выразить свою творческую натуру, в чём и помогает Катафест, потому что Катафест — это то пространство, где, вот, мы зовём какие-то проекты, которые ещё мало кто знает, но вот чувствуется, что у них есть жизнь, и они создадут и будут создавать, они горят желанием и хотят создавать, и действительно, вот, Лера не даст соврать, есть проекты, которые не только на украинском уровне уже вышли, они уже на значительно зарубежных, на мировых лейблах даже записываются, и, то есть, я считаю, что создавать нужно в любое время, а тем более, как сейчас, это особенно важно для того, чтобы как-то разгрузить мозг. А вот со стороны зрителя, насколько интересно и что он, может быть, новое для себя подчеркнёт от, скажем, прихода на этот Катафест, потому что исполнитель, понятно, хочет показать что-то новое, интересное, а вот помимо ознакомления вот с новизной, что зритель может вынести на Катафесте, чего он нигде больше не сможет ни увидеть, ни, может быть, там, как-то ощутить, пощупать? Ну, прежде всего, Катафест, как говорят многие, это атмосферный фестиваль, и спасибо, что это передаётся, вот я получала обратную связь, ну, незнакомые люди говорили, фестиваль со своей атмосферой, то есть, прежде всего, атмосфера, но мы её действительно создаём, и, как бы, фестиваль у нас мультиформатный, так называемый, то есть, я не побоюсь этого слова, то есть, мы одни из первых, кто запустил вот эту мультиформатность. Что имеется в виду? Имеется в виду, что на одной площадке фестивальной существуют прекрасно, ну, как сказать, разные разделы, которые, вроде бы, они несовместимы между собой, ну, каждый день, потому что, допустим, если брать, вот, например, я то, что мне ближе возьму, там, вот музыкальные проекты, да, потому что я из музыки, то есть, на одной сцене прекрасно всё существует, это акустические проекты, у нас, там, электронные, там, полносоставные, рокерские, Duckwave направление будет присутствовать, много, кстати, ну, как в этом году, вот, уже полностью, в принципе, line-up собран, и, ну, конечно, ещё можно, там, если кто-то очень хороший попросится, мы, конечно, ему постараемся не отказать, но уже мы собираем программу на лето, на летний котафест, потому что мы вот с прошлого года перешли на вот это вот два раза в год, то есть, получается, весенний, это мы открываем весну, всемирный день мартовского кота, собственно, так сказать, классика, и летний, это большая площадка, потому что летом, конечно, больше пространства, то есть, ты не ограничен стенами и клубом, и уже есть аудитория, и, ну, больше посетителей, то есть, потому что, вот, весенний, он у нас будет как то, с чего мы начинали, то есть, он клубный, но у нас сразу несколько площадок, вот, то есть, что получат зрители, то есть, мы старались совместить так, чтобы, допустим, человек, попадая на фестиваль, мог вот, там, допустим, да, все площадки находятся в центре, это музей арт-клуба «Выход», площадка концертная клуба «Блюз Бразерс», вот-вот на днях, вот, 22 февраля откроется новый перрон номер 7, это тоже такое культовое заведение нашего города уже, то есть, популярное, и чтобы можно было вот так вот ходить вот по этому треугольнику и, ну, то есть, посещать различные такие прогрессивные, продвинутые события, то есть, в области культуры, в области даже образования, не побоюсь этого слова, у нас фестиваль, есть, как бы, дьютеймент раздел, это когда ты чему-то новому учишься, ну, вроде бы, как бы учишься, но развлекаясь, то есть, у нас также площадка фестивальная предоставляет презентации, опять же, в фестивалях, которые будут, вот, у нас будет презентация фестиваля Comic-Con, который будет летом, и свою программу они тоже отдельно готовят, то есть, будет очень интересно, они рассказывают об аниме, там, как создаются комиксы, будет даже мастер-класс, да, потом также будет киносектор у нас, вот я уже перешла к рассказу, да, который, вот, у нас ведет, курирует Арон Громом, это известный одесский режиссер, который, собственно, вот он тоже с нами с самого начала, начиналась группа Sorry Forget, и вот человек, как говорится, развился на стойко, что сейчас снимает кино, вот, кино, и достаточно успешно, вот, и на этой площадке будут показаны фильмы наших одесских режиссеров, мне, само, честно говоря, интересно, что там будет, вот, особенность фестиваля состоит в том, что, действительно, каждый готовится в течение года, все самое лучшее, все самое новое, вот, как раньше в Советском Союзе были выставки в ДНХ. Самый сок, называется. Самый сок, да, вот, электронная сцена потрясающая, я просто в восторге от нее, вот, вот, к нам присоединилась в этом году, вот, группа Манок, кстати, вот, записала альбом, говорят, вот, сами жаждем услышать и лицезреть, вот, ну и, как сказать, вот тоже будет презентация нового проекта, название не скажу, не вспомню, потому что, поскольку он новый, вот, я сама его даже, ну, не выучила еще, но, поверьте мне, это, ну, просто делают люди, которые создают продукты, не буду говорить, они попросили не называть, они хотят, ну, как это, тайну, да, интригу держать, чтобы, так сказать, элемент внезапности не потерять. Элемент внезапности, да, приедут тоже на электронную сцену к нам представители из Киева, приедут из Кировограда, вот, в акустическом формате у нас будет тоже гость из Харькова, Женя Бережной, то есть у нас будет акустическая сцена, мы ее уже вынесли отдельно, и будут полносоставные проекты, там, начиная от этно-джаза, солнечное сплетение, группа тоже готовит новую программу абсолютно, и вот впервые тоже присоединится к нам группа НАМА, то есть мы ее вот уже приглашали, но как-то не срослось в прошлом году, на самом деле очень хотели бы тоже послушать, что они творят, вот, и, то есть, особенность фестиваля, что на одном пространстве все существует прекрасно, гармонично, люди разных субкультур, направлений, и благодаря доброжелательной атмосфере люди знакомятся, меняются, обмениваются, создаются дальше новый проект, вот. Ну, достаточно обширный лайн-ап ты сейчас озвучила, и то, что два раза в год происходит фестиваль, говорит о большом спросе, как среди зрителей, я так понимаю, так среди участников. Анна, вот как ты считаешь, неужели нет площадок у нас, или нет подобных фестивалей, почему вот такое, скажем так, такая кузница вот ежегодно набирает такие обороты, и так популярно? Ну, насчет площадок не скажу, но подобных фестивалей, я считаю, что нет, потому что мы отличаемся, мы отличаемся своей атмосферностью, своими разными направлениями, и своей какой-то вот душевностью, и то, что существует. Вот, что я хотела дополнить еще по поводу зрителей, так это то, что, если зритель один раз пришел на Катафест, я считаю, что те же самые лица приходят в следующий раз. То есть, если бы им было неинтересно зрителям, зрители бы больше не пришли на Катафест. Так как между сезонами, так сказать, Катафестовскими люди спрашивают, а будет? А вы будете? А вы уже думаете, что будет? То есть, есть интерес, есть спрос, значит, к фестивалю быть, значит, фестиваль должен существовать. И тогда, завершая нашу беседу, хочется узнать, где же можно, и когда же можно вот о Катафеститься, так сказать. Я могу сказать, что 1 марта, это Всемирный день мартовского кота, именно в этот день, 2010-го, да? Нет, это немножко не так, просто именно в этот день, Всемирный день мартовского кота, и мы сочинили этот фестиваль, придумали, но 2010-го, да, было 5-го и 6-го марта. Просто мы подгоняем, ну, чтобы были выходные, то есть, чтобы все могли прийти, потому что среди недели делать там национальные фестивали сложно, вот, а у нас именно национальные, потому что в целом, вот, там, летом, или там, вот, когда была получше обстановка, у нас много иностранных гостей, вот, среди участников, которые вот специально приезжали, мы сами удивлялись, почему, но они говорят, что им интересно, и зовите еще, вот, но сейчас, получается, иностранные гости приехать там не могут, там, потому что посольцы говорят, что мы немножко пока не можем приезжать. Да, ну, временно, да, вот, ну, вот так, то есть, ну, тем не менее, и, кстати, вот еще тоже будет, я забыла сказать по поводу выставки, у нас вот есть символ фестиваля Кот, железный. Какая странная Кот. Да, вот, вот курьезная история, кстати. Кот, нам его создал онлайн, Кирилл Максименко. Кот, сотворил, сотворил, да, Кота, Кирилл Максименко. Кстати, его, у него будет новая выставка, вот, кстати, на Котафесте, вот, он ее готовит, так что приходите уже сразу смотреть, вот, и также Кирилл Максименко снял кино, то есть, он будет участвовать в секторе кино. Так вот, Кот стоял тихо, мирно себе, в кладовке, ну, то есть, в коробке, с афишками, там, ждал своего, так сказать, торжественного выхода, да. И вот произошла история, то есть, кладовка находится между этажами, кладовку взломали, то есть, и вы не поверите, не вынесли ничего, кроме кота. Вот, отсюда я делаю вывод, что кот становится ценным приобретением, даже, ну, среди грабителей. Ну, пожелаем им счастья, то есть, там, карма, я не знаю, может, как-то почистится. А мы вам пожелаем свою очередь, чтобы вы успешно выпустили в очередной раз кота на Котафесте в марте, и вам большое спасибо, что вы сегодня были с нами у нас в студии. Спасибо. Спасибо. А я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что вы смотрели проект «Встречи на Думской» на Думской ТВ. Оставайтесь с нами, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова